Йоу, салам алейкум, банды, с вами как всегда Шторм, и я продолжу играть на проекте Аризон РП Шоу Лоу. И сегодня мы с вами поговорим о способах заработка для новичков, которые заходят на Аризонку, еще не шарят, как разбогатеть, как подняться. И сегодня я расскажу о таких базовых способах заработка, на которых вы можете поднять свои первые деньги, а потом уже начать развиваться там, перепродавать, играть в казино и так далее. Поэтому, братва, запасайтесь печьюшками, заваривайте чаеху, ролик обещает быть интересным. А если вы новичок и вы хотите начать играть на Аризон РП, на моем сервере Шоу Лоу, то вся инфа есть в описании, как начать играть, чтобы вводить перегистрацию, чтобы получить плюшки. Ну а я не буду затягивать, также давайте для вас разыграем сегодня 500 Азакоинс в абсолютно любом сервере Аризоны. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк и написать любой крутой интересный комментарий по теме ролика. Итоги, когда на этом ролике будет 150 лайков. Поэтому, парни, ставьте лайкосики, зовите друзей и так далее. Итак, ну что, как только вы зашли в игру, сразу же я вам советую это пройти начальные квесты, хотя бы до второго квестового персонажа и закончить его. Почему так-то, парни? Потому что у вас в инвентаре есть такой вот сундучок, а именно сундук Пандоры. С этим сундуком Пандоры вам каждые 2 часа может падать какая-то рулеточка, то ли бронзовая, то ли серебряная, то ли золотая. И, в принципе, я думаю, это прикольно, просто вот так вот бегать и открывать каждые 3 часа и получать на халяву бабки. И плюс вы еще вкачаете немного уровень и получите даймонд вип там на пару дней. И сможете еще быстрее прокачаться, там иметь 2 машины и так далее. Следующее, что я вам посоветую, если вам лень проходить квесты и вы хотите прям быстренько подняться, то это лазить по мусоркам. Для этого вам нужно привязать почту, в этом нет ничего сложного, просто заходите в настройки аккаунта и там привязываете почту. И тогда вы сможете побегать вот по мусоркам, вот как видите, вот здесь возле Майкла есть лут. Ну, самый лучший лут это возле ЦР, парни, там прям нехило так сыпят и там реально ловля мусора и реально на мусоре можно неплохо так подняться. Но если вам лень вот это вот все лазить по мусоркам, искать хороший лут, то я вам посоветую, конечно же, обычную работу, а именно это частные фермы. Частные фермы, на них можно работать с первого уровня и рубить неплохую там капусту. Например, в час где-то можно около 800 тысяч заработать, просто бегая по ферме. Сам на своем опыте проверен, знаю, что здесь неплохая капуста для новичков рубится, поэтому, парни, если вы хотите поработать именно своими ручками, типа, ну, не ловить там ничего не это, то вот ферма частная, вам подойдет, парни, подрубить немножко капусточки. Если вы хотя бы немножко заработали, ну, примерно 30 тысяч, то вы можете сходить в 8-15 на такое вот мероприятие, как Собиратели. Это мероприятие проходит у нас с 8-15 по 9 часов, вы на него залетаете и там просто собираете подарочки. Один подарочек стоит 10 тысяч, если вы зайдете под конец, там почти не будет игроков, и вы сможете нехило так подзаработать себе капусточки. Проверено на своем опыте, бывает, я захожу там, только создаю аккаунт, только создаю аккаунт, зарабатываю 30 тысяч, бегу сюда, там буквально 5 минут провожу, где-то около 50 подарков собираю, а потом эти 50 подарков я продаю по 10 тысяч, то есть вот так вот уже прям на первом уровне, плюс полмиллиона за 5 минут, это прям очень нехило. Также, парни, есть вот такой вот забытый довольно способ заработка, это тайный контейнер, вы можете заметить, что здесь вообще никого нет, то есть я прибежал сейчас, вот вам был добавлен дигл, то есть это пистолет, ну и вот вы можете здесь собирать подарочки, данное мероприятие у нас происходит с 11 до 22, и в этих подарочках можно там насобирать ресурсов, и скрафтить себе мопед, велосипед, и гонять по городу, и реально просто тусить. Велосипед себе скрафтить это довольно жестко, поэтому, парни, рекомендую, вот здесь вот находится данная точка, все, кто хочет подзаработать на первых уровнях, всех ждут тут. Дальше, парни, это, наверное, самое банальное, если вы уже хоть немножко вкачали, хотя бы третий уровень, то вступайте в какую-то банду, если вы именно хотите просто подфармить денег, то банды, когда особенно X4 Payday, вот вы реально немного, так много капусточки сможете подфармить. Ну, сам я знаю, вот на празднике я был в балосах, и мне там в Payday буквально падало по полмиллиона капусточки, и то есть за 20 минут игру вы получаете полмиллиона, это очень жестко, парни, кто не пользовался, попользуйтесь, а если вы заходите ради госорганизаций, то идите в госорганизации, там тоже неплохие зарплаты, парни. Ну что ж, и самая база, это, конечно же, центр занятости, парни, здесь вы можете, вот, например, уже с первого уровня работать даже автобусников, правда, для этого вам нужно получить права на авто, которые вроде можно получить только со второго уровня, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вот, таксистом, механиком, и плюс, если вы прошли квесты у Майкла, то вы можете, вот, брать еще вот такие вот ежедневные квесты у Николая. И плюс, вот, открывайте инвентарь реварса, если у вас нет батлпасса, то берете ежедневные, и здесь вы можете, вот, выполнять эти квесты, и получать плюс АЗ-шки себе, и копить там на випку, либо обменивать их на верты. Тоже топчик заработок, парни, всем рекомендую. Ну, и, в принципе, это почти все такие начальные заработки для новичков, которые я знаю, парни. Если я про что-то забыл, то напишите в комментариях. Ну, а с вами был, как всегда, Шторм. Не забывайте про розыгрыш на 500 АЗ-коинцев. Ставьте лайкосики. Всем удачки. Всем пока.